всем привет друзья с вами варчик и в этом видео я вас познакомлю с линии фронта которая у нас будет в 2019 году итак начнем с того что изменилось как мы в это будем играть стартует линия фронта уже сейчас на тесте в третьей части патча 1.4 на тесте можно зайти и попробовать на основных серверах же линия фронта будет тоже в патче 1.4 но не сразу как выйдет этот патч а чуть позже также линия фронта будет включаться один раз в месяц на неделю всего таких вот недель будет 10 каждая такая неделя называется эпизоды также еще расскажу про механику доблести каждый этап линии фронта будет приближать вас к наградной техники как это работает в каждом сражении вы будете получать звание от рядового до генерала за эффективные боевые действия зависимости от достигнутого звания вам будут начисляться фронтовой опыт автоматически повышающий уровень фронта от 1 до 30 каждое такое повышение приносит награды и позволяет улучшать боевые расходники достигнут 30 уровня фронта вы можете использовать механику доблести и обнулить прогресс это действие принесет вам степень доблести каждая новая степень доблести обеспечивает дополнительную награду и очки доблести которые можно потратить на наградную технику итоги что можно в линии фронта звание в бою начисляются за эффективные боевые действия фронтовой опыт используется для повышения уровня фронта и зависит от звания полученного по итогам боя чем оно выше тем больше фронтовой опыт вы заработаете уровень фронта позволяет усилить действия боевых расходников всего таких уровней 30 достижение каждого из них приносит дополнительную награду после 30 уровня фронта становится доступной механика доблести механика доблести при использовании обнуления прогресса после достижения 30 уровня фронта при этом вы получаете новую степень доблести степень доблести начисляется за каждое использование механики доблести всего за год можно получить 10 степеней доблести каждая новая приносит очки доблести которые можно потратить на наградную технику очки доблести начисляется за достижение новой степени доблести чем она выше тем больше очков доблести получает игрок. Потратить их можно на наградную технику. Очков доблести, собранных за время действия линии фронта, хватит на 2 из 4 доступных наградных танков. Механика доблести полностью переработана, теперь это комплексная долгосрочная система прогресса на пути к награде к премиумной технике. За каждый этап линии фронта степень доблести можно получить плюс 2 раза к текущему номеру эпизода линии фронта. Например, на второй игровой неделе вы сможете получить четвертую степень доблести, а на третьей пятую. Таким образом, начав играть в любой момент вы навоните все пропущенные уровни. При этом нет строгих временных рамок, в которые вы должны получать пропущенные степени доблести. Например, если вы начнете играть на пятом эпизоде, вы в любое время сможете получить все пропущенные степени с первой по седьмой. Если говорить простым языком, то если вы не можете в какую-то из недель так называемых эпизодов играть, то вы не играете, но вы можете наверстать упущенное в другую из недель. Это в принципе очень правильно, потому что люди не могут играть именно в ту неделю, в которую картошка им сказала. Тут разработчики впервые в жизни наперед подумали. Такого не было никогда. Также по поводу вот этих всех очков доблести. Все очень просто. Тут написано очень замороченно, но на самом деле все очень просто. Вы выбираете режим линия фронта, играете в линии фронта, вы там сражаетесь, светите, стреляете, делаете фраги, захватываете базу или сбиваете базу. За это прямо в бою у вас повышается ваше звание. Чем выше звание к концу боя, тем больше у вас повышается этот уровень. Всего 30 уровней. Дойдя до 30 уровня, вы что-то там нажмете, оно все сбросится и вам дадут 1 очко. И каждую неделю вы можете набивать эти очки. Также еще пока вы повышаете все эти уровни, вам еще дают какие-то мелкие награды. Ну и танки, которыми можно будет в конце себя порадовать за эти очки, которые вы насобираете за год. Интересно, можно ли будет их раньше выбрать, если у вас уже будет хватать очков. Премиумные танки. СТА-2, ВЗ-111, Эмиль-1951, которые еще тестируют, его не доделали. И секретная машина 9 уровня. Ее название, тип нация, ТТХ и другие особенности скрыты. О них разработчики расскажут позже, в ходе сезона. Получить эту машину можно будет только достигнув 10 степени доблести. Вот такие вот дела. Интересно, в прем-магазине будут продавать эти нехватающие очки, либо прем-танки будут продаваться и на них будет скидка в зависимости от того, сколько вы очков уже набили. Точно так же, как в марафонах. Интересно, такое будет или нет. И насколько я увидел на тесте, то 9 уровень стоит 15 очков. И по логике на него, походу, не хватит очков. Или это сделано так на тесте, или их потом придется докупать, пока непонятно. И будет ли это прем-танк 9 уровня, тоже непонятно. Или это будет просто какой-то уникальный танк, с какими-то стилями. Может быть акционный, на него экипаж можно будет садить. Посмотрим. Ну и очков хватит всего лишь на 2 танка. Разработчики нас тут предупреждают. Так что нужно выбирать не все подряд, а только те 2, которые вам больше всего нравятся. Также еще есть изменения на картах. Очень важно то, что вырос FPS. Они сделали очень много с оптимизацией, и у меня лично FPS очень сильно вырос. Я играл на ультрах, и FPS у меня вырос. FPS на 50 выросло, я не знаю, потому что раньше у меня было там что-то 80 что ли, если не меньше. Я точно не помню, но сейчас у меня там меньше 100 не просаживается, а очень часто 130-140. Ну и еще понерфили сторону, которая защищается, поскольку она якобы была сильная. Также в этом режиме еще будет арендная техника. Можно будет за серебро арендовать обычные танки. Для этого режима они только будут доступны. Либо за голду можно будет арендовать премиумные танки. Они тоже будут доступны только для этого режима. Плюс еще эта голда, которую вы вложите в аренду какого-то премтанка, вы потом получите скидку в виде этой же голды. То есть вы ничего не потеряете, я так понимаю. То есть если вы захотите покупать какой-то премтанк, вы можете его попробовать в этом режиме. И если вам танк не понравится, то вы потеряете только эту голду. Это конечно прикольно, потому что если вы купите сразу целиком весь танк, и он вам не понравится, вы потеряете весь танк. Потому что он вам не будет нравиться. Очень интересно сколько эта аренда будет стоить. Пока на тесте это не работает. И непонятно сколько оно там стоит. На тесте можно только сам режим покатать, и выбора танков там по сути нет. Там весь ангар 8 уровня доступен для этого режима. Ну а на основе конечно же такого не будет. Также еще танки, которые можно будет арендовать премиумные, их всего лишь будет 10 штук. И они будут разбиты по парам. За один эпизод можно будет арендовать только 2 танка. На следующий эпизод 2 танка. Ну и так по кругу. В целом линия фронта очень сильно развивается. И это единственный режим, на который картошка потратила столько усилий. Они оптимизировали хорошо карту. ФПС очень сильно вырос. И очень сильно продумали систему наград. И уникальные танки сюда добавили. И даже уникальную девятку, что они очень редко делают. Да даже в целом я не помню, чтобы они уникальную девятку где-то раздавали. Разве что в ЛБЗ. Плюс еще там какие-то системы. Новые механики. Блин. Вот этот режим, который сейчас я вижу, он похож уже на что-то. И в него можно будет играть. Я на тесте поиграл прикольно, нормально. Но то, что было первый раз, когда они показывали, это было сырое, кривое, просто неиграбельное нечто. С очень низким фпсом, все глючило, карта была недоделанная. А сейчас видно, что карта, над ней поработали, и там все хватает, текстурки, все на месте. А раньше там какие-то куски непонятно чего было, где-то земли не хватало. И текстурок было мало, и в целом карта была ужасная. Сейчас это та же карта, но она доработанная. В целом хочется попробовать, что она такое, и тем более его будут включать на неделю. Оно сильно не будет надоедать. И, кстати, очень большой фарм. Фарм не пофиксили. Больше всего популярности этот режим, наверное, набрал из-за того, что в нем можно много фармить. Я сыграл на тесте, и за бой с хорошим уроном с премаккаунтом, за поражение дали 300к серебра. Это, конечно, офигенно. Можно спокойно фармить себе на премтанчиках. Также еще можно получить какие-то уникальные танки. Можно еще попробовать премиумные танки. Если они вам понравятся, можно будет купить их. В принципе, получается неплохой режим. На удивление, первый раз я такое говорю, мне аж стрёмно. Я сам в шоке, что я такое говорю, что у картошки вышел режим. Это, наверное, единственный популярный режим в картошке, кроме рандома. Потому что все остальное вообще никогда в жизни не заходило. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok